В течение всего светового дня спасатели непрерывно работают здесь, в районе набережной. Они занимаются тем, что достают из воды вбитые около 30 лет назад тяжелые сваи. Так называемые свайные кусты, в котором когда-то причаливали корабли. Задача – достать из воды и доставить на берег около 15 бетонных свай. Мы занимаемся очисткой набережной уже вторую неделю. Это вот один из этапов нашей работы. Наши сроки две недели, в конце этой недели мы должны очистку набережной закончить. Сегодня эти приспособления уже не нужны. И по мнению городских властей, они не вписываются в проект обновленной набережной. Работа у спасателей не из легких. В уборке акватории реки Ягорбы принимают участие и водолазы, которые крепят тросами сваи, а также проводят подводную резку их металлических частей. Всего в этой сложной операции занято около 10 человек, включая капитана судна. Кстати, этот кран спасатели заказали специально. По словам водолазов, над ней помимо свай попадается много интересных трофеев. Вместе со сваями, которые раньше использовались как причал, спасатели достаются одна и более практичные вещи. Например, эта скамейка, которая, вероятно, стояла на набережной, это урна, коляска и части детского велосипеда. Все это, скорее всего, отправится на металлолом. Уже на следующей неделе спасатели закончат эту сложную работу. И тогда, по их мнению, набережная станет намного привлекательнее. А вот замечают ли эти изменения череповчане, с этим вопросом сегодня мы обратились к людям. Конечно, улучшат, по-моему. Набережная намного станет симпатичнее. Ну, конечно, красивее. Еще бы и мусор убрать заодно. Они же мешают. Ну, а вдруг ночью пойдет лодка. Ни маяков, ничего нет. Можно просто разбиться. Кроме того, когда ягробы возле причальной стенки почистят, сюда смогут подходить небольшие суда и яхты. И тогда, возможно, это место станет визитной карточкой города.